Это картина британского художника Сэмюэля Скотта «Морская битва при Картахене». Сражение между испанским и британским флотами произошло в 1708 году у берегов Колумбии, в разгар так называемой войны за испанское наследство. На картине запечатлен момент взрыва на Галеоне Сан-Хосе. Это судно называют святым граалем среди затонувших кораблей. Трюмы Сан-Хосе были под завязку загружены золотом, серебром и драгоценными камнями из испанских колоний в Южной Америке. Несметные сокровища до сих пор покоятся на дне океана. По мнению ряда археологов, это самый дорогостоящий клад в мире. В какую сумму исследователи оценивают содержимое трюмов Сан-Хосе? И почему, несмотря на то, что Галеон обнаружили более 40 лет назад, драгоценности до сих пор не подняли на поверхность? Боливийский город Патаси называют серебряной столицей Южной Америки. По оценкам геологов, добытого здесь серебра достаточно, чтобы построить из него мост через Атлантику до Мадрита. Еще одну переправу до испанской столицы можно возвести из костей погибших в шахтах людей. По разным данным, в колониальную эпоху на местных приисках умерло от 2 до 8 миллионов человек. В Патасе было обнаружено довольно крупное месторождение серебра и была выстроена шахта. На этой шахте испанцы заставили работать захваченное местное индейское население. Условия труда были достаточно сложные. Из-за высокой смертности местные жители назвали Патаси вратами ада на земле. Многие до сих пор верят, что этими рудниками правит дьявол. Именно поэтому в серебряных шахтах так много рогатых идолов, которых индейцы ласково называют Эль Тио или просто Дядя. Обычно мы собираемся тут по пятницам и делаем подношения. На поверхности мы все католики, но когда идем под землю, то просим поддержки у дядюшки черта. В средние века молитвы дядюшки черта терпели даже испанские инквизиторы. Ведь от количества добытого серебра зависело экономическое благополучие империи. За 200 лет работы прииска в 16 и 17 веках из Патаси вывезли более 40 тысяч тонн серебра. Карл II был последним представителем династии Габсбургов на испанском престоле. Из-за проблем со здоровьем наследников он не оставил и завещал все свои владения внуку французского короля Людовика XIV Филиппу. Это право решил оспорить император Священной Римской империи Леопольд I как представитель дома Габсбургов. В итоге в Европе разгорелся кровопролитный конфликт, известный как война за испанское наследство. Чтобы сдерживать натиск противников, Филиппу требовались деньги, но отлаженный механизм доставки драгоценностей дал сбой. Англия, выступавшая на стороне противников, блокировала испанские корабли в южноамериканских портах. И поэтому было решено снарядить целую эскадру кораблей, которые должны были привезти и золото, и серебро испанскому королю. Сложным достаточно маршрутом все эти серебряные плоды были доставлены через Боливию в Колумбию. В июне 1708 года в колумбийском городе Картахена испанцы собрали армаду, в которую вошли галеон «Санта-Круз» с десятками пушек на борту и гордость серебряного флота трехмачтовые галеоны «Сан-Хоакин» и «Сан-Хосе», у которых на двоих было более сотни орудий. Причем основную нагрузку взял на себя «Сан-Хосе». Вместе с серебром он перевозил на родину испанцев из Латинской Америки, тех самых креолов, которые хотели вернуться хотя бы на время домой. И еще говорят, что его перегрузили контрабандным товаром, который в трюмах вообще никто не считал и не учитывал. Испанские корабли благополучно вышли из Картахена, но через несколько часов на горизонте появились англичане. Британские моряки ждали галеоны с драгоценностями еще с весны. Сражение между испанским галеоном и британским линейным кораблем шло несколько часов. Англичанам повезло. Во время очередного залпа в пороховой трюм «Сан-Хосе» залетел шальной снаряд. Прогремел мощный взрыв. И гордость серебряного флота моментально пошла ко дну. Из 600 членов экипажа удалось спастись только 14. Ну, естественно, весь груз, включая вот эти вот безграничные запасы серебра, там было еще и золото. Золото из Панамы. Они все пошли на дно. По предположениям некоторых историков, «Сан-Хосе» перевозил около 11 миллионов испанских золотых дублонов, стоимость которых оценивается в несколько миллиардов долларов. Впервые поднять сокровища галеона попытался чикагский финансист Уоррен Стернс. В 1979 году он обратился к инвесторам и начал готовить экспедицию к берегам Картахены. Вкладчикам Стернс обещал 40% прибыли. По договоренности с властями Колумбии сокровища «Сан-Хосе» решили поделить пополам. Компанию Стернса эти условия устроили, и экспедиция отправилась к берегам Картахены. Примерное место морского сражения было известно, и кладоискатели принялись методично исследовать сонарами квадрат за квадратом. В начале декабря 1981 года на глубине 300 метров приборы издали характерный звук. Осмотр места при помощи глубоководного аппарата подтвердил. Это Сан-Хосе. Команда Стернса уже праздновала победу. Но напрасно. Как выяснилось, делиться сокровищами с американцами колумбийские власти не собирались. Стернсу заявили, что в его услугах больше не нуждаются. Кладоискателей доставили в порт и выдворили из Картахены. В итоге после этого начались всевозможные судебные разбирательства, тяжбы, иски. Поскольку эти сокровища, они оцениваются сегодня минимально 4 миллиарда долларов. По некоторым таким смелым большим расчетам от 15 до 27 миллиардов долларов. Вот сегодня кто только не претендует. В частности, свои претензии на сокровище Сан-Хосе предъявила Испания. В испанском МИДе напомнили, что Галеон был собственностью короны. Поэтому его следует классифицировать как подводную братскую могилу. А весь груз необходимо поднять и отправить в Мадрид. Также свои права на драгоценности предъявили власти Перу и Боливии, где добыли серебро и золото. Кроме того, на клад претендуют индейцы Боливии, чьи предки трудились на рудниках Патаси. Летом 2019 года президент Колумбии Иван Дуки Маркес приостановил исследовательские работы на месте гибели Сан-Хосе до окончательного решения всех юридических вопросов. Сан-Хосе